Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном материале, который есть и в наших садах, и наблюдаемом в природе. Это хвойный опад. Ну, во-первых, давайте разберемся с тем, что такое хвойники. Хвойников даже в наших условиях Белоруссии их немало. Это могут быть и деревья. Это те же сосны, это те же пихты, ели, дугласии. Ну, дугласии, чтобы вы знали, это голубая ель. Точно так же это могут быть и кустарники, можжевельники, кипарисовики, туи. Ну, и целые радуи их растений также относятся к таким вечно зеленым хвойным растениям. И вот они точно так же. Хвоинки живут от двух лет там у сосны, например, до пяти лет веточки у туи. Поэтому срок жизни их тоже как бы ограничен. И вот эти отмирающие хвоинки, ну, или у туи такие веточки, они падают вниз и составляют опад. Ну, какую пользу этот опад может принести нам на участке? Ну, тут как бы есть очень интересное наблюдение, которым я хочу поделиться с вами. Ну, во-первых, хвойный опад, он как бы пропитан смолами. Любая культура, будь то кипарисовик, будь то сосна, будь то это самое, имеет смолы. А что это, о чем говорит? Это говорит о том, что как бы этот хвойный опад медленно разлагается. Медленно разлагается, то есть это долговечный материал, который будет долго работать в вашем саду. Вопрос второй. Где взять? Ну, кто-то выращивает, конечно, ту же голубую ель дома, можжевельники выращивают дома, сосну там там, уборную выращивают дома. Вот. Можно, конечно, использовать то, что растет дома. Ну, очень хороший вариант. Почему эта передача выходит сейчас осенью? Потому что наши все белорусские газеты как бы кипят заголовками. Сор из улиц вон, наведем парадок. И вот сгребаются листва, сгребается та же хвоя, которая есть в парках, скверах. И все это вывозится куда-то за пределы города. Ну, для нас это сор, как бы для нашем понятии. А для природы это один из материалов, который участвует в обороте веществ. Ведь это та же самая органика, которая разлагается и в виде потом питательных веществ идет к нашим растениям. Ну, а забирая, мы, соответственно, обедняем наши парки, скверы, то есть забираем питание у наших растений, которые создавали-создавали, сбросили, а мы взяли, собрали и вывезли. Вот на огороде поэтому без труда можно, конечно, заготовить в таких местах хвойный опад. Ну, если вы живете в сельской местности, у вас есть леса. Но знайте, что по законодательству Республики Беларусь, это самое, нарушать целостность лесного покрова запрещено. Поэтому надо проконсультироваться с лесниками, которые обслуживают ваш район. Потому что они знают участки, которые будут идти под вырубку, где будет вырубаться лес, и вот там вам могут разрешить взять немного хвойного опада. Дальше мы будем разбираться с свойствами хвойного опада. Где он может нам сослужить? Какую службу хорошую? А каждый хвойный опад нам в саду и огороде. Ну, во-первых, хвойный опад уже это для кого, никого не секрет, уже все как бы пользуются. Очень хорошая добавка разрыхляющая, это для голубики. Голубика, клюква, брусника прекрасно растут на той почве, где есть хвойный опад. Потому что хвойный опад, во-первых, его кислотность как бы пониженная, кислая среда, вдобавок он разрыхляет почву очень хорошо. То есть почва, два этих компонента, что снижает кислотность и разрыхляет почву, очень благоприятно отзываются на посадках голубики, брусники и садовой клюквы на участках. Можно также добавлять хвойный опад и подрододендроны, которые также относятся к этой группе, но также различные виросковые культуры. Потому что это природный материал, как разрыхлитель и как основная часть грунта для наших растений. Ну, дальше, следующее такое назначение хвойного опада, что хвойным опадом хорошо укрывать виноград, например, хорошо укрывать розы. Почему? Потому что этот материал легко пропускает воздух, легко пропускает воду, то есть вода не застаивается, и в то же время мороз не проникает к укрытым ветвям. И вдобавок немаловажный эффект еще при этом в том, что в хвойном опаде как бы не хотят зимовать большинство известных наших садовых вредителей. Они как бы слышат запах хвои, и они уходят с этих мест, и то есть на следующий год они не будут повреждать нашей культуре. Вот второе назначение хвойного опада, что это хороший укрывной материал. Ну, и далее, этот укрывной материал вы используете, осенью засыпали, весной убираете. И вот утилизировать ее никак не надо, потому что хвойный опад сослужит нами в дальнейшем хорошую службу. Сослужит хорошую службу в чем? Потому что это очень хорошее средство для того, чтобы шлизни не повреждали ваши растения. А сами знаете, брушка и шлизни улиток нежная, поэтому они такие материалы как бы не переносят. Они не будут грызть, поедать ваши растения, делать отверстия в листьях. Так что это как материал, который делает преграду для посещения слизнями и улитками ваших садовых растений. В этом уже их как бы свойство. Ну и далее, хвойный опад точно так же остается на оградках, может, весь сезон. Почему? Это хороший мульчирующий материал. Хороший мульчирующий материал, почему? Он, во-первых, медленно разлагается, поэтому даже посыпал ваши посадки клубники, значит, клубника не будет болеть серой гнилью. Запах вот этого хвои убивает как бы споры серой гнили. Значит, ягода будет более чистая. Это раз. И хвойный опад в качестве мульчирующего материала, он будет иметь неоспоримое преимущество, что земля будет просыхать гораздо медленнее. Ну и такая мульча, если это, и листья взять, в сравнении листья взять, взять там это самое, например, солому, они перегревают быстро листья из соломы, а хвоя лежит долго. Она 5 лет, 6 лет, и даже до 8 лет может лежать, играть свою роль. То есть это долговременный материал, который также будет оказывать пользу, как мульчирующий материал на наших градках. Ну, опять же, я предвижу вопросы. Многие как бы уже слышали, что на хвоя зима это возбудитель ржавчины. Но, к счастью, ржавчина у нас, пока сильная ржавчина посещает настолько огрушить. Но и вдобавок, заметьте, что ржавчина живет все-таки на живых ветках. Она живет на живых ветках, потому что ей тоже надо жить и питаться. На отмерзшем опаде она как бы не живет. Поэтому не бойтесь, что ржавчина появится в вашем саду, если вы станете использовать хвойный опад. Этого не произойдет. Но вот эта польза по этим факторам, которые я вам назвал, очень большая. Так что смело заготавливайте хвойный опад. Знаете, что это долгоиграющий компонент, который вам может помочь во всех этих случаях, которых я вам назвал. Так что отходов у вас быть не должно, как у тех коммунальников, что-то выводить в отходы. А это польза, досада и огорода. До свидания.